В 1906 году Олю Списивцеву, сироту дворянского происхождения, приняли в Петербургское театральное училище на балетное отделение. Хрупкую, необыкновенно красивую и талантливую девочку педагоги отметили еще на вступительных экзаменах. Она понравилась великому академисту Эдрику Чикенти и молодому хореографу-новатору Михаилу Фокину. А уж они-то умели разглядеть талант. Ольга любила музыку, много читала, да и вообще была одной из лучших учениц. По окончании училища ее приняли в Мариинский театр. На сцене она тоже была совсем особенной. Сама природа подарила ей изысканно удлиненные пропорции. Лебединые сгиб шеи, изящные стопы, лицо с огромными глазами, напоминающие лики византийских икон. При всей утонченности натуры Списивцева отличалась необыкновенной трудоспособностью. Обладеть виртуозной техникой танца ей помогала Огребина Ваганова. И вскоре такими стальными пуантами, как у Списивцевой, не могла похвастаться ни одна Прима, ни Павлова, ни Корсалина. И не хотела его муки дать. И все же Дягилев ее уговорил. Списивцева согласилась поехать в Америку, чтобы танцевать с гениальным бацлом Нежинским. Только там зрители увидели в их исполнении видение розы, дает принцесса Флорины и голубой птицы Шопеньяну. Катастрофа разразилась в 1917-м, навсегда изменив жизнь балерины. Списивцева осталась в послереволюционной России. Последняя петербургская императорская Прима стала Примой Петрогранской. Она продолжала танцевать свои любимые партии. Партии в классических балетах. Но рядом с божеством всегда присутствуют бесы. Списивцева в роли Жизели стала потрясением для публики. Она не танцевала, как балерина, и не играла, как актриса. Она проживала на сцене жизнь. Жизнь между реальностью и мечтой. После премьеры Списивцев тревожно сказала подруге, «Я не должна отзываться, Жизель, я слишком в нее вживаюсь». Предчувствия оправдались, и эта партия стала роговой.